Ну и заявили о намерении стать топ-одним проектом, забашляли за пост, так как они тегнуты, и также там тегнуты то, что они заявили, вот подсвечено, типа вот мои деньги, это очень важно, и не только для меня, а еще для некоторых людей, которые могут, в принципе, потенциально задонатить. Не буду пользоваться WhatsApp'ом или Facebook'ом принципиально, потому что у руля данных вот мессенджеров или вообще социальных сетей куда-то в другое окно, то я для этого использую Telegram, и Telegram мне сейчас нравится, разумеется, мы сможем увидеться, встретиться и сделать все прочие вещи, и может быть я там напишу какую-то информацию, и никто вас таким образом отвлечь не сможет. Вот в целом планы у Diamond RP, а на серваке у меня есть свое имущество, у меня есть какие-то мои активы, пассивы, там, движимое-недвижимое имущество, в которое, возможно, я положил... Я что-то давно не обсуждал Diamond RP, думаю, что это нужно исправлять и немедленно, однако не обсуждал я Diamond не по своей какой-то прихоти, или не потому что мне лень, или там вот какие-то еще синонимы ко всем этим словам, а потому что ничего от них не было слышно, и даже более того, не слышно и до сих пор. В былые времена я бы эту новость, наверное, даже, не то чтобы не взял, я бы на нее даже не посмотрел, но сейчас я обязан это сделать. Diamond Roleplay. Вчера в группе анонсировали интервью с новым основателем, следующее обновление, о нем чуть позже, в скобочках, ну и заявили о намерении стать топ-одним проектом в Samp, правда не уточнили, что для этого нужно, чтобы закрылась Аризона. Это Ромка Злобин так шутит, если кто-то вдруг, мало ли, не понял, наверное, потому что, хотя нет, в данном случае Diamond они забашляли за пост, так как они тегнуты, и также там тегнут то, что они заявили вот подсвечено, типа вот таким голубеньким, или синеньким, или я не знаю, может я дали тоник цветом, и поэтому очень странно, что они вот наподобие того шутят. На самом деле я давно говорил, что нужно показывать основателей проекта, вот многие не поняли меня тогда, типа зачем, какая вам разница, кто руководит проектом, просто играйте и все, если понравится, то ну хорошо будете дальше играть, если не понравится там действие руководства и все прочее, то просто перестанете играть и все. И казалось бы, в мире идеалистов, наверное, так и происходит, но в данном случае я хочу знать, что за люди управляют проектом, что за люди собирают мои донаты, каким людям я доначу, куда они вообще могут все это пустить, вообще понравится ли мне человек, который будет получать мои деньги, это очень важно, и не только для меня, а еще для некоторых людей, которые могут, в принципе, потенциально задонатить. В принципе, потенциально задонатить. Может быть, сумма была бы и небольшая, то есть, кто его знает, сколько я могу задонатить, или сколько может задонатить там человек, который просто вот играет на проекте и думает, блин, что-то мне долго качаться там на шахте, на ферме, на прочих местах, то есть, я просто хочу сразу зайти и получить вот все капиталистические блага данного проекта. Все, как мне это сделать, куда задонатить, куда положить деньги, сделать все прочее, но останавливать человека будет то, а не закроется ли проект, а что вообще, кто управляет, то есть, если раньше человек, заходя на проект, знал, что серваком управляет Тони Баррера, и вроде как он есть на ютубе, и вроде как там какие-то он интервью дает, вроде как он там с кем-то общается, подписывает какие-то там договоры с ютуберами или договора, то есть, в целом, человек открытый. И всегда нужно стремиться к открытости любого абсолютно бизнеса, то есть, понимаете, в чем дело? Я, допустим, не буду пользоваться WhatsApp или Facebook принципиально, потому что у руля данных вот мессенджеров или вообще социальных сетей стоит человек, который у меня абсолютно точно неприятен, да и плюс к тому же WhatsApp, типа, говно, а Facebook, ну, я даже, наверное, говорить не буду, насколько Facebook говно, то есть, зачем всем этим пользоваться, если есть Telegram? И с другой стороны, вот ВКонтакте же под крылом Альшер Усманова, человек замечательный, безусловно, мне очень сильно нравится, поэтому я пользуюсь данной социальной сеткой, только вот если хочу написать что-то такое, знаете, немного выходящее куда-то в другое окно, то я для этого использую Telegram, и Telegram мне сейчас нравится, разумеется, больше всего. Вот как-то у меня вообще был период, когда я удалялся из ВК для того, чтобы вот полностью быть в Telegram, не хватало музыки, не хватало авторизации на порнохабе, не хватало всех прочих вещей, в целом, можно спокойно жить на одном Telegram, общаться с людьми там, чтобы они туда, главное, заходили, чтобы там все было замечательно и хорошо, Telegram это вообще крутая вещь, и подписывайтесь на мой канал в Telegram, если вдруг у меня забанят абсолютно все, то мы сможем увидеться, встретиться и сделать все прочие вещи, Может быть, я там напишу какую-то информацию в Telegram канале, сейчас там просто выходит оповещение о новых видеороликах, то есть, ну, оповещение и оповещение, оно там раз в 20.00, или там, я не знаю, в 4 часа ночи, или вроде того, поэтому я не думаю, что вас это как-то может напугать, разбудить, отвлечь от важных дел, типа в 4 часа ночи просто спите и все, и никто вас таким образом отвлечь не сможет. В целом, планы у Diamond RP замечательные, было бы странно, если бы люди такие купили бизнес, купили его, как я понимаю, за дешево, вот как говорил сам Тони Баррера, и если бы они такие, да нет, вы знаете, мы его развивать не будем, пусть он там сам как-то загибается, мы показываться не будем, кто мы, что мы, какие у нас намерения, какие у нас все прочие вещи, то есть, мы все это делать не будем, вот, то есть, все, всем пока, всем до свидания, ну, сами понимаете. То есть, для меня принципиально важно, чтобы я знал, кто стоит у руля того или иного проекта, сервера бизнеса и так далее, то есть, разумеется, когда я прихожу в какой-то продуктовый магазин, у меня абсолютно без разницы, закроется один магазин, я пойду в другой продуктовый магазин, закроется третий магазин, пойду в другой, типа, продуктовый магазин, сами понимаете, то есть, тут-то все понятно, я купил продукты питания, все, вышел, а на серваке у меня есть свое имущество, у меня есть какие-то мои активы, пассивы, там, движимое-недвижимое имущество, в которые, возможно, я положил реальные деньги, И мне бы хотелось, чтобы вот это вот всё движимое-недвижимое имущество было у меня до окончания всего вот этого GTA-сампа, до официального его, по крайней мере, закрыть, а не так, что вот я вложился, положил там 10 тысяч, 15 тысяч, 100 тысяч рублей, а сервак на следующий день закрылся, потому что основатель там чего-то не выдержал или решил сделать какие-то прочие вещи. То есть мне важно знать, кто основатель, и думаю, что некоторым людям точно так же, возможно, для людей, которые смотрят данный видеоролик, это не особо важно, но вот лично для меня это является, ну, прям вот одним из главных столпов, на которых стоит успешный бизнес, как лично я понимаю. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Arizona Roleplay Phoenix, это проект, это сервер, это игровая компания, это все прочие вещи, это поисковье Google Chrome, это, ну, в общем, это много всего, поэтому, если вас всё это заинтересовало, вы сейчас видите геймплей с данного проекта, в данном видеоролике, всё в целом хорошо, всё в целом замечательно, поэтому, если вас всё это заинтересовало, если вам всё это нужно в той или иной степени, то вы можете зайти на Arizona Roleplay Phoenix по айпишнику в описании, и там начать всю свою игру, там начать делать все прочие вещи, и там, в общем-то, ну, я думаю, что вы сами знаете, что вы должны со всем этим сделать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл на Arizona RP, вы уже это знаете, я рекламировал телеграм-канал, я рассказывал про Diamond RP, я делал все прочие вещи, это так, знаете, если подводить такие маленькие, малюсенькие, небольшие итоги всего того, что у нас случилось, произошло, и сделалось всё в целом-то прочее из всего вот этого, в общем, ладно, не думаю, что мы как-то вот должны со всем этим разбираться, преклоняться и так далее. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, что мы увидимся тут же завтра, я надеюсь, что я не опоздаю, что ролик выйдет в 20.00, однако, если вам не приходят оповещения, колокольчики, уведомления, всё прочее, просто отпишитесь и подпишитесь заново с колокольчиком, тогда всё начнёт приходить на ваш вот этот вот аккаунт, или, возможно, даже канал на ютубе, или аккаунт гугл. В общем, всем спасибо, всем пока и всем до свидания, Diamond Roleplay, скачать на ПК бесплатно, Android, теги скачать бесплатно, вот. Субтитры создавал DimaTorzok